Как США применили на Украине концепцию мягкой силы Никита Данюк, Георгий Филимонов. Рисунок к статье. В ХХВ. Инструменты невоенного воздействия прочно закрепились в американском внешнеполитическом арсенале. После крушения СССР одной из основ внешнеполитической стратегии США стала концепция так называемой мягкой силы. Soft power. Сформулированная гарвардским политологом Джей Найом. Цветные революции как политическая технология превратились в один из компонентов мягкой силы США. Ставка на эффективную информационно-пропагандистскую стратегию, привлекательность культуры, образование, политических ценностей, права человека, свобода, толерантность и демократия, брендов и образа жизни общества массового потребления, атрибут технологии демонтажа политических режимов. Читайте также, Ростислав Ищенко, независимость Донбасса уничтожит киевскую власть вместе с тем цветные революции, эффективный инструмент реализации американской стратегии управляемого хаоса. Пример, хаотизация украинского политического пространства как условия, позволяющие США, создать очаг постоянной напряженности на российско-украинской границе для внешнеполитического изматывания России и ослабления на других значимых международных направлениях, Дискредитировать Россию и руководство страны перед мировым сообществом с помощью ведущейся информационной войны, увеличить градус напряженности между Москвой и Брюсселем, чтобы Евросоюз и впредь автоматически безвольно соглашался с подходами США в отношении России, Предотвратить формирование нового центра силы в виде сближения России и КНР, остановить интеграционные процессы на евразийском пространстве, дестабилизировать политическую обстановку внутри России, в том числе посредством разжигания межнациональной розни, активизации кавказского и исламского факторов, спровоцировать социально-экономический кризис и ослабить промышленный, военный и научно-модернизационный потенциал. При этом мягкая сила эффективна лишь в сочетании с доминированием в сфере информационных технологий, будучи ориентированной на монополизацию информационного пространства, с помощью которого применение самих технологий организации политических переворотов может остаться практически незамеченным. Западные специалисты, осуществляющие пропагандистскую работу на постсоветском пространстве, перераспределяют огромные финансовые потоки из иностранных фондов на нужды так называемой «свободной прессы» и «медиа». Общественное мнение стран, объектов для экспорта американских ценностей формируется за счет черного пиара против государственного руководства и жесткого троллинга внутренней и внешней политики России. При достижении управляемого хаоса инструментами политтехнологов являются оппозиционно-протестные социальные группы. В Ливии основной движущей силой были иностранные наемники, в Египте – религиозные радикалы, в Сирии – в сочетании тех и других, на Украине – ультранационалистические организации. Технологии управляемого хаоса лежат в основе стратегии так называемых войн нового типа – информационные и сетевые войны внутри киберпространства. Посредством этих технологий государству жертвы наносится мягкий, скрытый удар, который нельзя подвести под понятие агрессия, так как оружием является само гражданское общество, одурманенное западной пропагандой и оснащенное деструктивными технологиями. Что касается украинского сценария, то там применялась следующая схема реализации политических переворотов в современности – резкое падение авторитета государственного руководства, предательство руководством Украины силовых структур государства, Как следствие, невозможность использования силового метода в подавлении протестов, участие в протестных акциях радикально настроенной молодежи, футбольные фанаты, представители ультраправых движений и политических партий, консолидация разрозненной политической оппозиции вокруг требований отставки государственного руководства, организация различных провокационных акций, Начиная от митингов в поддержку Евромайдена и заканчивая массовыми беспорядками и столкновениями с представителями правопорядка, захват власти, который с помощью должного информационного фона становится в глазах граждан легитимной, демократической процедурой. Смотрите также. Киев планирует ввести дополнительные импортные пошлины на ряд товаров при этом цели, которые были декларированы в начале массовых протестов. Социальная справедливость, люстрация кадров в управленческих структурах, смена политической элиты, уничтожение коррупции в высших эшелонах власти, декриминализация крупного бизнеса и так далее, естественно, не достигнуты. Что касается экономики и внешней политики, то Украина, утратившая свой суверенитет, находится под внешним управлением из США, руководство Майдана ходило в американское посольство как на работу, и сейчас ей грозит дефолт и глубочайший экономический кризис. Майдан не создал даже предпосылки для разрешения социально-экономических и политических задач, стоящих перед Украиной. Надо отдать должное западным политтехнологам, ведь они и не думали осуществлять системное реформирование всех сфер украинского государства, их интересы прямо противоположны и читаемы. Однако, несмотря на это, братское 40-миллионное государство стало очередной жертвой Майданной технологии. Кто следующий?